Здравствуйте! Мы сегодня поговорим о самой частой проблеме у кроликов, грызунов, морских свинок, ДЭГУ. И в 75% случаев самой частой проблемой отказа от корма является именно проблема с зубами, стоматологические заболевания. Почему это происходит? Дело в том, что грызуны и кролики, они травоядные животные. И корма, сено, трава дают хорошую нагрузку на зубной аппарат. Если идут погрешности в питании, дефицит минералов и других компонентов в рационе, врожденные наследственные заболевания и другие системные болезни, которые провоцируют снижение нагрузки на зубной аппарат, развивается стоматологическая проблема. Притом зубы начинают отрастать неправильно, нарушается прикус, верхние зубки растут в сторону щек, нижнюю сторону языка. Образуются острые крючки, из-за которых животным больно кушать, они отказываются от еды, развиваются вздутие кишечника, атония. И животные, если не предпринимать никаких мер, могут погибнуть. Какие же клинические признаки этих заболеваний? Да, это отказ от корма, это гиперсоливация, выделение повышенного количества слюны, это изменение пищевых привычек. Животное может хуже питаться, может быть избирательным в еде. Это образование бугорков на нижней, на верхней челюсти в виде абсцессов дентальных. Для того, чтобы понять, что происходит с животным, нужно провести обследование ротовой полости специальными инструментами. Мы используем ветеринарный отоскоп для осмотра ротовой полости на приеме. Также в седации осматривается ротовая полость с помощью специальных щечных расширителей для разных видов грызунов, разные размеры используются. Если мы обнаруживаем проблемы с коронками зубов, то нужно их корректировать в условиях клиники специальной гормашины. Потачивается коронка зубика до нужной длины. Эта процедура происходит под ингаляционной анестезией. Газовая анестезия в современном мире считается самым безопасным видом наркоза для грызунов. Процедура занимает по времени от 15 до 30 минут. И есть период реабилитации после этой процедуры. В течение 10 дней после процедуры животное нужно принудительно докармливать, вводить антибиотики, если есть воспалительные процессы в ротовой полости. Очень часто требуется коррекция электролитного баланса в виде капельниц, либо подхожных инфузий. Также нужно понимать, что эта проблема, как правило, пожизненная у таких животных. И нужно корректировать длину коронки в условиях клиники каждые 2 недели-6 месяцев. И владелец должен понимать, что за таким животным нужен особый уход. Как же профилактировать это заболевание? Для профилактики этой заболевания нужно правильно кормить свое животное. Прежде всего, высокий процент сена в рационе, который дает хорошую нагрузку на зубной аппарат. И из-за того, что в нем содержится много кремния и силикатов. А также вводить в рацион веточки фруктовых деревьев. Липы, яблони, груши, смородины, орешника. Дело в том, что, чтобы предупредить это заболевание, правильный рацион грызуна – самый важный момент. И мы можем сказать то, что дентальная патология возникает не только по причине неправильного питания, но и при генетической предрасположенности. Чтобы эту проблему вовремя обнаружить, нужно провести дентальный осмотр, то есть осмотр ротовой полости в клинике именно специалистам. Потому что владелец может увидеть изменение рисок, удлинение, либо искривление. Но длину и изменение конфигурации задних зубов при малярах и малярах нужно смотреть с помощью специальной аппаратуры, чтобы это увидеть и рассмотреть.